Автомобильная дорога Дагомыс-Салхаул сейчас на ремонте. Дорожные работы здесь завершатся 25 августа. В самом поселке есть ряд экскурсионных объектов. Это и монастырь, и усадьба Кошмана, первого сочинского чаевода, и парк экстремальных развлечений. Одним словом, привлекать туриста сюда есть чем, а можно пойти и дальше, предлагает глава Сочи, свои придомовые территории, где растут субтропические растения, сделать объектами показа. С каждым годом количество туристов будет увеличиваться. Естественно, туристы будут привозить свои деньги сюда. Мы – туристический город, и возможности у нас инвестиционные только туристические. И не воспользоваться вот этим всем нельзя. Оформить свои дома в стиле экскурсионных объектов поможет городская администрация. Нужна только инициатива местных жителей и желание показать и рассказать, например, людям с севера, как растет чай, фундук, виноград. И не просто рассказать, но и продемонстрировать традиции сбора и обработки самого северного чая в мире. А при желании туриста даже привлечь его в сбор урожая. Такое направление сегодня востребовано у жителей мегаполисов. В большом случае таких предпринимателей в области агротуризма немало. Нужно уже перенимать опыт, отметил Анатолий Пахомов. От перспектив перешли к вопросам дня сегодняшнего. Селение попросили главу города, чтобы офис врача общей практики в Салахауле вновь заработал в полную силу. Сейчас в нем нет постоянного специалиста. А два фельдшера не могут оперативно решить все проблемы со здоровьем, которые возникают у местных жителей. Людям приходится ездить в Дагомыскую поликлинику. Мэр отметил, что эта проблема решаема. Более того, сельскому медработнику обязательно будет предоставлено жилье. И пока врача не найдут, в Салахауле два раза в неделю будет вести прием доктор из Дагомыса. Чем уже может похвастаться поселок, так это спортсменами. Дети из соседних сел занимаются теперь дзюдо. Его преподает Кнарик Стамбультян, призер Европы под дзюдо, десятикратный чемпионка Армении. Тренеру понравились условия. Недавно у нас появилась спортивная площадка. Нам очень сильно помогает. После кросса мы приходим сюда. Молодежь должна заниматься спортом и творчеством, отметил глава Сочи. Для этого власти курорта готовы поддержать все инициативы местных жителей. Елена Всецина, Максим Кавригин, телекомпания ФКТ.